Мы продолжаем нашу важную тему, и мы говорили с вами о Господе, которому важно наше сердце. Но мы не могли найти это в русском переводе. Но кто ищет, как Господь обещал, тот находит. Мы нашли в украинском переводе. Итак, это первая книга Паралепимон, 29 глава. 17 стих. Давид знал, что Бог, которому он служит, для которого он живет, это тот Бог, который испытывает человеческое сердце. И ему угодно чистосердечие, или иными словами, чистое, искреннее, честное сердце. Честность является очень важным качеством сердца. И все самые важные качества и свойства человеческой жизни заключены в человеческом сердце. И Господь меняет нашу жизнь тогда, когда изменяется наше сердце. В нашем сердце хранятся наши убеждения, наши ценности и взгляды. Это означает то, что ты считаешь правильным, и необходимым, и важным. Это не в твоих сегодняшних думках, но это в твоем сердце. Все происходит на самом деле не в нашей голове, не в наших мыслях, но глубоко внутри нашего сердца. Это касается наших целей, наших мечтаний. Того, что ты считаешь важным для своей жизни. Ради чего ты живешь, ищешь, ради чего ты надеешься, или на что ты надеешься. Все это происходит внутри твоего сердца. И Слово Божие очень ясно говорит нам, что Бог хочет именно в этой сфере, в этой области, установить свой порядок, свои правила. И если мы хотим найти его благоволение, если мы хотим быть угодны Богу, как сказал Давид, что Бог ищет чистосердечие. И если мы хотим найти благоволение у Бога, это возможно только одним путем, одним способом, чтобы мы позволили ему внутри нас установить свои правила и порядки, чтобы у него была возможность свободно действовать в нас, вырывать все, что он считает нужным из нашей жизни, обрезать то, что он видит, что необходимо для нас, и новые вещи насаждать внутри нас. все это является работой Божьей внутри нас. И мы должны это познать, увидеть, изучить в Слове Божьем, и потом прийти к пониманию того, того, как отдать себя его работе внутри, его прекрасной и чудесной работе внутри нас. И если верующие слышат лживое, ложное, поверхностное Евангелие, благовестие, и никогда не изучали Слово Божьего на тему сердца или Божьей работы внутри нас, тогда они упустят цель в своей жизни. Они потеряют смысл своей жизни веры, они придут к разочарованию, потому что они не увидят результатов того, на что они так сильно надеялись. И если у нас появляется желание дать Богу возможность и место сотворить свое дело в нашем сердце, тогда нам нужно прийти к пониманию того, какую большую ответственность мы несем за состояние своего сердца. Да, это тот Бог, который меняет сердца людей, но он не делает это вне наших интересов, мы должны понимать эту тему, ухватиться за нее, исследовать. И одно из важных заповедей, по моему пониманию, заключается в том, он находится в притчах, в четвертой главе, в 23 стихе, «Храни сердце свое, больше всего на свете, потому что из него проистекает настоящая жизнь». или в другом переводе говорится, «Больше всего хранимого, храни сердце свое». «Больше всего». Бог говорит тебе, «Это самое главное в твоей жизни». «Мое главное и важное в своей жизни», это значит, это стоит на первом месте. «Это самое первое и важное». И как много верующих, они легкомысленно, безответственно относятся к своим сердцам, к своим состояниям внутренним. «Си кюмэнсих не умдас, вас из их сердца, их не заботит то, что исходит из их сердец». «Их не волнует также и то, что входит в их сердце». Им все равно эта тема, они не обращают на нее внимания. И они не имеют понятия о том, что состояние их жизни, качество их жизни зависит от состояния их внутреннего сердца. «Больше всего хранимого». «Храни свое собственное сердце». И когда мы слышим эту заповедь и начинаем задавать вопросы, «А что это значит для меня лично?» «Как это выглядит на практике в жизни?» «Как мне хранить мое сердце?» «Повседневно, как это функционирует и работает? Что мне делать для этого?» «Если ты не получишь и не найдешь ответы на данные вопросы, или вопросы ты найдешь, но только не в этой книге, тогда ты напрасно проводишь свою жизнь. зря. Ты пропускаешь и упускаешь самое лучшее, что Бог приготовил для тебя. И рано или поздно наступит тот день, когда тебе придет понимание, и когда ты будешь очень сожалеть об утраченном времени. Однажды твоя жизнь закончится здесь на земле, и ты станешь перед своим искупителем, перед Господом. и тогда ты дашь отчет за всю свою жизнь, прожитую на земле. И ты получишь ту награду, которая будет соответствовать тому, что ты сделал на земле. Павел называет этот момент «судилище Христово». В то время, когда ты пройдешь всю свою жизнь, увидишь ее всю свою жизнь, и возможно ты услышишь неприятные для себя вопросы, которые ты не сможешь избежать. «Судилище Христово» и одна из самых опасных качеств сердца, с которыми Бог не разобрался и не освободил тебя от этого, это тенденция или склонность к обману и лжи. Поэтому и говорит нам слово, что Богу угодно чистосердечие, то есть честность и открытость. И честность она не имеет ничего общего с обольщением, обманом и самообманом. И у нас всех есть склонность к тому, чтобы обманывать самих себя, также и своих ближних. И если вы еще до сегодняшнего дня не увидели этого в своем сердце, и эта опасная тенденция и склонность обманывать себя, самообольщаться и других обманывать и обольщать, если ты еще не увидел и не обнаружил этого в своем сердце, это значит, что ты еще до сих пор не молился настоящей молитвой о том, чтобы Бог сотворил свою работу в твоем сердце. Вопрос не в том, что у тебя нет подобных качеств, вопрос в том, проблема в том, что ты никогда не позволял Господу открыть это тебе. И так всякий раз, когда мы слышим, что Господь испытывает сердце, это не значит, что он смотрит с высока и говорит, ну сейчас посмотрим, что творится в этом сердце. вы знаете, Бог давно уже в курсе всего, что происходит с нами. Ему не нужно спускаться на землю, чтобы узнать, ну в чем наши, какие наши проблемы. и так, когда Господь испытывает сердце, это означает, что он открывает не нам глаза на это, что он начинает показывать шаг за шагом, что творится с нашим сердцем, чтобы мы обратились, отвратились от лживых мотивов, от лживых целей или приоритетов и ценностей, чтобы мы отбросили, отреклись от них и избрали новое, то, что для нас. Мы избираем мы сознательно, добровольно, это акт доброй воли к чему-то новому. В Исайе 56 говорится о народе, это значит, что мы, Божий народ, призваны к тому, чтобы служить своему Богу. Это значит, когда Бог открывает нам неправильные вещи, мы признаем это, мы каемся и обращаемся. Мы начинаем доверять, доверять ему, что он уберет и удалит это из нашей жизни. И мы сознательно избираем то новое, что он нам показывает. И мы верим и ожидаем, что то, что мы избираем от него, в конце концов станет реальным и реальным для нас в нашей жизни. Как однажды сказал Давид, я избрал путь верности. В sprüche 1 gibt es eine формулируng, dort wird gesagt, dass Menschen ins unglück kommen, weil sie die furcht des Herrn nicht erwähnt haben. weil sie die furcht des Herrn nicht erwähnt haben, потому что они не избрали благоговение перед Богом, страха Божьего. Und Gott sagt einmal zu Israel, ich habe euch vorgelegt, leben oder Tod, segon oder fluch. Und Gott одnажды обратился к своему израильскому народу und сказал, вот я вам даю жизнь oder смерть. Und dann sagt er, und wählt, jetzt wählt das Leben. Leben und Tod und segon oder fluch. Blagoesstavien oder проклятие, избери жизнь. Und jetzt wählt das Leben. Избери жизнь. Возьmите жизнь. Für die, die noch unschlüssig sind, die noch nicht wissen, das vielleicht oder das. Und Gott sagt, wähle das Leben. Und Gott sagt, wähle das Leben. Aber wenn du das Leben wählst, das heißt, du wählst den Segen, du wählst das, woran er gefallen hat. Und wenn wir wählst, wir wählst, na самом деле, blagoeslöhnung, то, что угодно. Solche Qualitäten, wie aufrichtigkeit, wie demut, wie die, 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 kommen nicht in dein Leben automatisch, nicht in dein Leben automatisch, nur weil du jahrelang treu sonntags in die Gemeinde gehst, nur weil du jahrelang treu sonntags in die Gemeinde gehst, auch nicht in dem du einfach irgendwo praktisch mitarbeitest, oder weil du jahrelang nicht in deinem Leben in deinem Leben bevor du nicht aktiv wählst, wenn du nicht aktiv und ausnahm nicht in deinem Leben bevor du nicht aktiv wählst, wird der Herr nicht beginnen diese Qualitäten in deinem Leben zu entwickeln. Wir wählen das, woran er gefallen hat. Поэтому от нас зависит избрать то, что угодно Богу. Vielen Gläubigen ist überhaupt nicht der Unterschied bewusst zwischen der Liebe Gottes und dem Wohlgefallen Gottes. Und многие верующие nicht понимают und nicht sehen die zwischen der Liebe und der Wohlverlust ist, obwohl er so deutlich ist in der Schrift. Хотя Pissание очень jasno проводit эту разницу. Ich weiß nicht, wie es neu im Land ist, aber in unserem Land wird so viel geredet von der Liebe Gottes. Und es wird fast nichts geredet über das Wohlgefallen Gottes. Und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Gott liebt dich. Er ist für dich. Er hat gute Gedanken. Er hat gute Gedanken. Er hat gute Absichten. Er hat gute gute Absichten. Er liebt dich nicht, weil du ein Christ bist und dich so bemüht. Und er liebt dich nicht, weil du ein Christ bist und dich so bemüht. Und nirgendwo in der Schrift finden wir eine Aufforderung, bemühe dich, dass Gott dich liebt. Gott liebt uns, egal in welchem Zustand wir sind. wie wir mit ihm umgehen, wie wir mit ihm umgehen, was wir tun in unserem Leben, zu machen. Gott lieb ist unwandelbar. Und Biblia любов, sie bezüglich. Aber eine ganz andere Geschichte ist das Wohlgefallen Gottes. Und das war immer wieder das Anliegen der Apostel. Ja? Es ist ein Schriftsteller als Beispiel für viele. Erste Thessalonicher 4.1 Erste Thessalonicher 4.1 Erste Thessalonicher 4.1 Wie ihr leben sollt und Gott Wohlgefallen sollt. In Erste Korinther 10 Paulus schaut zurück auf Israel die alle geliebt waren von Gott. которых Бог возлюбил. Тот народ, который был любим у Бога. Он услышал зов и крик и вопль своего народа и избавил их от трехлетнего рабства. И очень мощным образом явил свою силу освобождения. Он унизил фараона. И он освободил их из этой крепкой и железной руки. И так они пошли в обетованную землю. Из старого они должны были выйти и войти в план, в новое Божие. И между старым и новым была пустыня. И пустыня имеет какое-то значение. Она имеет определенную цель. И Павел говорит, что большинство народа не нашло благоволения у Бога. Что имеет в виду Павел? То, что они не вошли в план Божий. Они были избавлены от проклятия. Но они так и не вошли в благословение. Они не достигли обетованной земли. И Павел говорит нам, что этот пример был дан прообразом в качестве предостережения для нас. Чтобы мы не поступали по этим злым похотям. Это желание, эти злые желания или стремления. Что хочет Павел нам этим сказать? Если мы будем поступать так же, как они, и сделаем те же ошибки, Бог поступит точно так же, как Он поступил в то время с Израилем. И тех, харизматические верующие, которых я встречал, и лидеры, не верят в подобные слова. Почему? Потому что они себе придумали очень милого, приятного и любящего Бога. Все равно, что бы мы ни делали в своей жизни, Он будет благословлять нас. И все равно, как мы будем жить. Как в нашем стране говорит о том, что делай, что хочешь, Бог все равно будет тебя любить. Это не Бог, который описан в Библии. Павел указывает на определенные грехи у языков и у верующих, и говорит, поэтому гнев Божий прибывает на них. И поэтому он говорит, что у них нет искупления. И то, что гнев Божий может прийти на верующих людей, вот этого не принимает сегодня верующие. Или сегодня мы представляем Бога, как Деда Мороза, или какого-то персонажа сказочного. Но только не того святого Бога, о котором говорит Библия. Иисус обратился к верующим своего времени, вы заблуждаетесь, ибо не знаете Писаний, и не знаете силы Божьей. И если мы не хотим впасть в заблуждение и обольщение, мы должны знать две вещи, иметь две вещи. Мы должны знать Писание и знать силу Божью. Это Дух Святой, который является автором этой чудесной книги. Нам нужно Слово, и нам требуется глубокое посвящение и дружба с Духом Святым, который нам будет объяснять Слово. Мы не должны только Слово. Есть одно движение, которое использует в своем названии Слово Божье. Но они на самом деле находятся в обольщении, потому что отступили от Писания, и не следует его. Без помощи и исправления Духа Святого мы можем просто прийти к каким-то глупым, невероятным идеям и мыслям. Мы начинаем тогда перекручивать Слово так, чтобы оно подходило к нам. И тогда мы будем находить оправдание своим плотским похотям и желаниям. Но это не имеет никакого отношения к честности и открытости. И так честность и искренность, эти качества важны для Господа. И там, где мы видим честность, там будет пребывать благословение. И поэтому тема честности и открытости также важна и дьяволу. Он не боится, больше всего он боится, не церкви и не верующих, а вот этой честной, открытой решительности быть посвященным Слову Божьему. Давайте мы откроем 2 Коринфянам 11 главу. Здесь мы встречаем ревность Павла от Церкви Божьей. Второй стих гласит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей». И затем он объясняет, что есть ревностью Божьей Церкви. Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Церковь призвана стать его невестой Иисуса. И Павел говорит о Церкви как о чистой деве. Ты понимаешь, что это слово «Кошь». И так чистая или девственница это та женщина, которая не знала мужчин. Она ждет своего возлюбленного, ждет его, пока он не придет за ней, пока он не женится на ней. Она сохранит себя чистой. И противоположностью девы является блудница. И несколько раз в Ветхом Завете Бог упрекает и обличает свой народ в том, что у них сердце блудницы. Что он хотел этим сказать? Obwohl sie Готт gehören. Даже если, даже они, будучи Божьим народом, sie geben sich anderen Готтам hin. Они отдавали себя другим идолам. И начинали прелюбодействовать, совершать духовный блуд. Weil sie Готт не трой sind. Потому что они не были верны Богу. И это цель Готт для Готта, что она не верна Богу. И Божьей целью для Церкви является чистая Дева. И здесь мы находим очень важное описание, которое дает нам больше понимания чистой Девы. Но боюсь, чтобы как змея хитростью своею пристил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Итак, Павел говорит о том, что существует реальная опасность для Церкви. И я допускаю мысль того, что если существовала опасность для Церкви в Коринфе, она также по-прежнему существует и для нас сегодня. И в чем она состоит? То, как дьявол обольстил Еву, пристил ее не силой, он ее не насиловал, но он хитростью обольстил ее. И в чем заключалась хитрость? Вы будете как Бог. Вы будете как боги. И то, как хитростью дьявол обольстил Еву, была опасность для верующих в Коринфе, в том, чтобы их умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Я не знаю, как говорится в русском переводе, но я посмотрел, что это означает в греческом оригинале, потому что Павел писал на греческом языке, не на русском. Поэтому всегда очень полезно смотреть, что написано в оригинале. Хорошо? И если вы будете обращаться к оригиналу, от чего дьявол хочет отвратить верующих, вы будете обращаться к оригиналу и верующим. Это это слово «энфаль». Итак, простота заключает в себя от прямоты, честности и простоты. От честности по отношению к Христу. Видите, это та же взаимосвязь, о чем мы только что говорили, что Господу угодно честность и открытость. И поэтому дьявол раздражает вот эта честность, прямота, простота, и он хочет удалить верующих от этих качеств. Чтобы только верующие не получили вот это понимание Христова. И когда ему удается лишить нас простоты и честности, тогда останавливается благословение Божие на нашей жизни. И то, что пугает больше всего дьявола, его приводит просто в ужас то, когда церковь все глубже, дальше и больше входит в глубокое посвящение Христу. Это больше всего он боится этого. Потому что он знает, что эта церковь найдет благоволение у Господа. Потому что придет благословение Бога на эту церковь. Потому что она станет мощным инструментом и орудием в руке Божьей, чтобы разрушить дела дьявола. Поэтому дьявол заинтересован в этом качестве. Чтобы только уклонить, отвратить, удалить верующих от простоты, от честности, чистоты во Христе. И как делает этот дьявол? Описано в следующем стихе. Я скажу своими словами. Он это делает с помощью фальшивого учения. Лжеучения. Будет проповедоваться лживый Иисус и лживая Евангелие. И вот таким образом дьявол будет отвращать верующих от настоящего посвящения Иисусу Христу. И это то, что происходит в наши дни. В многих местах мы можем услышать проповедь о фальшивом Иисусе. И также очень часто мы слышим фальшивые благовестия. И верующие сами останавливают благословение Божие в своей жизни. Потому что они начинают верить лжи о Боге. И Богу не будет угодно то, насколько мы будем верить, если мы цепились за ложь. Я приведу вам один из многих примеров. Я думаю, что многие из вас слышали вот этот шум, который этот шум или эйфорию, которая создала несколько лет тому назад книга Хижина. Слышали вы об этом? Об этой книге? Кто слышал об этой книге или читал ее? Ага. И если вы знаете Библию и читали этот роман, который автор задумал так, чтобы показать нам точный образ Божий, даже если мы называем это роман, но он в то же время является частью учения о Боге, о его природе. И в этом романе этот Иисус Хижины, вот этот лживый или фальшивый Иисус говорит, что моя жизнь не была предназначена для того, чтобы быть образцом или примером для вас. Я надеюсь, что каждый из вас понимает, что это противоречит Писанию. Следуйте за мной. Павел говорит о себе, чтобы мы были подражателями Божьими. и цель нашей жизни состоит в том, чтобы мы изобразились в образ Божьем, в образ Христов. Павел говорит филиппийцам в 2 главе, то помышление, те чувствования, которые были в Иисусе, да пребудет у вас всех. Итак, это истинные слова, чтобы жизнь Христова изобразилась в нас и была для нас примером. Это и суть понятия, следования за Иисусом. Мы следуем за Христом. Итак, что говорит Иисус Хижины, что моя жизнь не является обязательным образцом для вас, примером для подражания. Если мы сейчас в немецком, я могу сейчас мой компьютер, который я сейчас не могу обшать, и сказать, на какой стороне ты этот цитат findest. У меня правда есть на немецком эта книга в моем компьютере и я бы вам показал на какой странице можно найти эти слова, это высказывание. Я бы много встреч с такими вдохновленными, восхищенными фанами этой книги Хижина. И они говорят, это самая лучшая книга, которую я прочитал в своей жизни. Именно эта книга помогла мне лучше понять Бога и влюбиться в Него. Это было таким благословением для меня. Я намного лучше начал понимать Бога. и я говорю, а ну минуточку, пожалуйста. А ну объясни мне одно. А как ложь о Боге может помочь тебе понять его лучше? Это не имеет никакого смысла. Какая несуразица. Они делают большие глаза, смотря на меня и спрашивают, о какой лжи ты говоришь в этой книге? На такой-то странице вы найдете следующую цитату, например, то, что я вам процитировал. Или еще одни страшные слова. Вот этот фальшивый Бог, которого описывает этот роман, он говорит, мой дорогой, чтобы у нас никогда не было никаких ожиданий ни от себя, ни от людей вообще. потому что Бог просто любит и он ничего не ожидает взамен. Это то, о чем говорит наша Библия. Это то, о чем мы читаем в Новом Завете. Бог ничего не ожидает и не требует от меня. Разве Иисус не дал нам точные заповеди, которые нам надлежит соблюдать? И как человек, который открывает и читает Библию, может сказать, что Бог ничего не требует от меня? Бог даже повелевает всем людям на всяком месте покаяться. Он не предлагает и не приглашает. он приказывает. И если мы не выполняем приказ, тогда будут у нас последствия. я исхожу из того, что и в нашей стране, как и нашей есть правила уличного движения. если мы их не соблюдаем, тогда у нас будут какие-то последствия. Если есть ограничение скорости, например, и нас фотографируют или останавливают, мы получаем штраф, мы должны оплатить его, мы не говорим тогда, а, это только предложение. Нет, это закон и правила. И если мы нарушаем закон, нам будет это чего-то стоить. то же касается и Божьих заповедей. И если мы игнорируем Божьи заповеди, тогда у нас будут последствия, мы заплатим за эту цену. Но сегодня мы встречаем многих верующих, которые выдумали себе какую-то благодать, объясняем ее тем, что да, живи как хочешь, Бог все равно благ и милостив. Это не то, что нам говорит Библия. Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. и если мы игнорируем, пренебрегаем, не следуем заповедям Божьим, тогда это признак нашей духовной гордости. Потому что Библия учит нас тому, что Бог противится или даже противостоит гордым людям. Он не дает милости и благодати. Но ты скажешь в ответ но Бог ведь является любовью. Да, Бог есть любовь. Но поскольку Он является любовью, поэтому Он не дает тебе никакой милости и благодати по причине твоего игнорирования или пренебрежения. И вот эти сегодня последователи учения лживой благодати фальшивой благодати не хотят слушать подобных слов и посланий. Почему? Потому что вместо того, чтобы выводимым Духом Духом Святым они руководствуются своей плотью и желаниями своей плоти. А плоть это наша ветхая природа которая еще есть в Мы являемся новым творением но до тех пор когда мы остаемся во плоти здесь на земле или до того времени когда вернется Иисус или до времени нашей смерти мы имеем другое конфликт с Павел и у нас сохраняется постоянная война и конфликт о котором говорит Павел и это Флайш в феиндстве против Бога именно о том что плоть находится во вражде с Богом для плоти понимание мысль о том что я должен служить Богу и преклоняться перед Ним это приводит в ужас нашу плоть а плоть мечтает о совсем другом мне нужна свобода без каких-либо обязательств без какой-либо ответственности я могу теперь жить так как я хочу и все равно Бог будет любить меня и благословлять это нереальное желание а люди которые читали роман и восхищаются им они говорят о у меня как будто я стал уже свободным человеком по-настоящему у у меня упал груз с плеч они чувствуют и наслаждаются этим облегчением которое пришло в их жизнь и плоть она уже ликует о как прекрасно Бог от меня ничего не ожидает вау наконец-то настоящая свобода ему ничего не нужно от меня я живу так как я хочу он все равно будет любить меня и благословлять вау это настоящее небо такого неба не существует это религиозная ложь и обман и если мы хотим находиться в благоволении у Бога нам нужно учиться брать крест на себя отрекаться от себя это то что сказал Иисус тот кто хочет следовать за мной возьми свой крест бери свой крест каждый день и отрекайся от себя и этих слов сегодня верующие многие верующие не хотят слышать они хотят слышать только благословение но только не кресте но Павел говорит 5 24 те кто христовы они распили свою плоть и все свои желания это является основанием для подлинного следования за Христом и все это связано нашим сердцем но мы будем тем а сент лас и сай майн а и шрифт что лезет и при а капитал и к этой теме давайте еще обратимся и еще и еще одному месту писания евреям тринадцатая глава 9 стих лас у учениями различными и чуждыми не увлекайтесь ибо хорошо благодатию укреплять сердца и я с вами от которых не получили пользы занимающиеся имени и здесь имеется ввиду яствами которые нам которые говорит писатель здесь говорится о том что мы можем увлечься разными и чуждыми учениями и у нас будет ничего кроме как у нас будет все что угодно но только не утвержденное сердце но у нас будет наоборот противоположность твердому сердцу и и благодатию укрепляется наше сердце и когда я наблюдаю за духовной атмосферой в этой стране в нашей или России и много верующих я замечаю восхищаются тем что для Бога на самом деле является мерзостью тогда я знаю что эти люди имеют неутвержденные сердца это сердца которые увлекаются чуждыми учениями а поскольку они не знают Бога который дал нам слово поэтому они могут различить лжеучения от настоящего истинного учения что им нужно противостать этому что они не должны открывать для этого свое сердце и еще нужно предостеречь своих братьев и сестер от этого что это учение опасно но таких голосов мы почти не слышим сегодня что происходит сегодня великий знаменитый влиятельный муж Божий может заявить публично я умножу приумножу ваши финансы и сердца тысячи людей они ликуют радуются этому наконец Бог услышал наши молитвы финансы наконец придет финансовое благословение в мою жизнь только нужно немножко отдать денег и я получу большую выгоду от этого тысячи людей купились на это они ликовали где были вот эти утвержденные сердца они не говорили это лже учение это воззвание этот клич этот призыв был направлен к нашей жадности к нашей алчности и любостяжанию о чем Слово Божие говорит что это идолослужение это ненависть на Богу и это уже учение оно не убивает мою алчность и жадность оно наоборот развивает ее во мне 1 Тимофею 6 пожалуйста 9 Давайте начнем с 6 Еще выше, 5 стих. Девятый стих. А желающие, те, кто хотят обогащаться. Обратите внимание на слово желающие. Павел не говорит о том, те, которые стали богатыми. Авраам был самым богатым человеком в восточной части земли. Но он стал богатым не потому, что он искал богатство. Почему он стал богатым человеком? Потому что он искал дружбу с Богом. Потому что он хотел угодить Богу. Ищите прежде Царства Божьего. А все остальное дастся вам, приложится вам. Нигде в Слове Божьем мы не слышим призвания, чтобы мы сперва искали богатство. И здесь мы находим предостережение. Те люди, которые имеют желание обогатиться, стать богатыми, Впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, Которые погружают людей в бедствие и пагубу. И корень, не единственная причина, но корень всех зол, есть сребролюбие, Которые, которым предавшись, некоторые уклонились от веры. И сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего. И если бы мы услышали подобные проповеди в наше время, Не было этой катастрофы в Киеве, которая произошла. Но поскольку было лжеучение, звучало только оно, Которые только мотивировали людей в том, Чтобы они хотели получить еще больше денег или богатства. И эти прекрасные сравнения, Марка 4 глава, Луки 8 глава, Те семена, которые были посеяны На твердой почве, Их сердца были озабочены житейскими проблемами. Иисус говорит о заботах этого мира, этого времени. Он говорит об обмане или обольщении богатства. И удовольствия этой жизни. Они могут входить в нас. Входить куда? В наше сердце. И что они делают? Они поражают Словом нас. И мы не можем приносить плода. Это очень драматическое пример. Иисус говорит о том, что это драматический пример, Который мы находим в притчах 23, Что больше всего хранимого, храни свое сердце. Потому что из него источники жизни. И Иисус говорит о тех людях, Которые не хранили свое сердце. И вот эти желания каких-то земных вещей, Они умножались в их сердце. И эти желания поражали Слово. И, мои дорогие, я хочу вам показать, Что это является очень важной связью Словом Советом. Связь между учением Слова Божьего И нашим сердцем. Фремде, verschiedенartige лера. Что значит, verschiedенartig? Высши от того, что апостолы учитывали. Чуждые и всякие учения, Это те учения, которые противоречат учениям апостолов. И чуждые и разные учения приводят к тому, Чтобы мы увлекались чем-то другим. Увлекались чем? Чтобы мы только не были, И нас не заботила честность, Открытость, искренность По отношению к Христу. Когда мы говорим, мы служим Ему, Мы верим Ему, Мы следуем за Ним. Но в то же время Мы не распинаем И не умышляем Вот эти сильные желания в нашем сердце. Мы хотим быть богатым. Тогда это означает, Что мы не открыты и не честны с Богом. Мы на самом деле служим не Ему, А хотим, чтобы Бог служил нам. Центром нашей веры является наше «Я». А Бог служит для того, Чтобы удовлетворять все желания моего «Я». Это является искажением Евангелия. Это лже Евангелие. Мы здесь на земле, Для того, чтобы служить Ему. Это наша привилегия. После того, Когда мы десятками лет Служили дьяволу, И заплатили сполна, Теперь нам дана Эта привилегия И чудесная возможность Обратиться к Богу живому И служить Ему. И в то время, Когда мы служим Ему, Мы учимся Слушаться Ему. Мы становимся Чище, Свяче, Нормальней. Мы приходим Полное согласие с Ним. И мы начинаем учиться Искать то, Что угодно, То, что нравится Ему. Нам не важно То, что нравится нам, А то, что будет угодно Ему. Не моя воля, Да твоя будет. Это было Помышление Чувствованием Иисуса. И это должно быть И что удивительное при этом, Когда мы сделаем Его Центром нашей жизни, Тем больше Он будет Заботиться о нас И благословляет нас. Но сначала И сперва Мы ищем Его И Его Благоволение. Мы ищем не благословение, А Его. Прежде всего Ищите Царство Божье. Что есть Царство Божье? Итак, В переводе Библии, Когда всякий раз, Когда мы встречаем Царство Божье, Есть Ссылка, Ссылка, Которая Толкует нам, Что значит Царство Божье? Что Царство Божье Это Правление Царское Правление Божье. Христос Регит Это Значит, Что Христос Царствует В качестве Царя В наших Сердцах Это То, К чему Мы должны Стремиться В своей Жизни. Чтобы Его Царство И Правление Было Установлено В нашем Сердце. В наших Мыслях А Это Происходит С помощью Чистого И Здравого Учения. Это То Понятие Которое Я люблю Будучи Учителем Слова Божьего. Павел Говорит О Чистом Или Здравом Учении. Мои Дорогие Здравое Учение Оно Оно Взращивает Поднимает Здравых Или Здоровых Верующих. А если У нас Есть Здоровое Учение Это Значит Что Есть И Больное Учение. И То Как Здоровое Учение Поднимает Здоровых Верующих Больное Учение Или Лже Учение Будет Взращивать Больных И Обольщенных Верующих Павел Говорит О Верующих Которые Упали В Вере И Как Их Обратить Снова Их Восстановить Твердым Строгим Обличением Это Значит На основании Слова Показывать Что Вы На Ложном Пути Что У Вас Неправильное Понимание Неправильные Цели Покайтесь Это Не Нравится И Не Угодно Богу И Изберите То Что Угодно Ему Войдите В Его Порядки Соблюдайте Его Правила Это То Что Желает Производить Здоровое Учение Это То Что Нам Очень Сильно Нужно В Наши Дни В Нашей Стране У Меня Дома И Также Здесь У Вас И Также В России И Также В Центральной Азии Наступ Будет Наступ То Время Когда Мы Узнаем Бога Писание Который Обратит Нас От Наших Лже Учений За Который Мы Должны Были Заплатить Большую Цену Если Мы Поймем Что Наша Задача И Роль Сосоедит В Том Чтобы Познать Желание И Намерение Божье Тогда Мы Будем Снова Обращаться К Теме Сердца Потому Что Если Сердце Неправедно Или Неправо Или Обращено Мы Можем Слышать Правильное Учение Но Мы Не Будем Его Понимать Мы Будем Наоборот Даже Его Извращать Познаваем Знаем Ли Бога Или Нет Это Связано Не С Нашим Умом Это Всегда Связано С Нашим Сердцем Требуется Определенное Состояние Сердца Чтобы Знать Бога Я Дам Сердцем Дам Сердце Которое Познает Меня Какое Удивительное Обетование Это Это Если Бог Что Не Сделает Для Меня Я Не Смогу Я Не Буду В Состоянии Познать Его Бога Нельзя Понять Чтение Чтение Библии Даже Через Чтение Библии Ты Скажешь Что Ты Говоришь Это Не Может Быть А Давайте Возьмем Книжников И Фарисеев Их Призванием Было Изучать Писание Все Что Их Должно Было Волновать Их Жизни Изучать Ветхий Завет И Учить Ему Других Людей И Они Были Сконцентрированы И Сфокусированы На Слове Божьем И Надеждой Израиля Был Мессия Которого Они Ожидали И Когда Бог Пошлет Его Все Изменится И Израиль Снова Станет Свободным И Вернется С Царство Божье Каждый Верующий Еврей Знал Что Он Ждет Мессию Что Мессия Должен Прийти На Землю Каждый Знал Это Точно И Также Книжники О чем Они Также Проповедовали Но Что Мы Видим Когда Пришел Мессия На Землю Он Он Встрет С Ним Они Разговаривали С Ним Но Для Них Он Б Богохуль Ник Богом Они Они Не Узнали Его Они Не Признали Бога Все Их Учение Изучение Исследование Писания Было Бесполезно И Вместо С Того Чтобы Склониться Перед Ним Упасть Перед Своим Мессией И Учиться От Него Они Начали Составлять Планы Как Убить Его И Какую Пользу Принесло Изучение Писания Или Еще Лучший Вопрос А Почему Изучение Писания Не Принесло Никакой Пользы Им Почему Они Не Пришли К Мы Чтобы Посмотреть Писание Вместо Того Чтобы Увидеть Мысли Божьи В Писании Они Имели Неправильное Состояние Своего Сердца Которое Как Раз И Мешало Им Получить Откровение Божье Простые Люди Преступники Рыбалки Рыболовы Другие Люди Они Понимали Иисуса Признавали В Нем Мессию Проститутки Все Все Узнавали В Нем Мессию Кто Кто Был Иисус Но Профессионалы И Эксперты Слова Божьего Не Узнали В Нем Бога Рыболовы Рыболовы Но Они Искали Того Чтобы Люди Восхищались Ими Какие Они Молодцы Они Искали Славы Не Для Бога И И Так же Их Не Интересовало То Чтобы Люди Находили Славу Восху И И И Вот Этот Яд Нечестности Или Цемирия Он И По Прежнему Действует И Сегодня И Конференции Телепрограммы Разные Телеперед Христианские Передачи Они Их Наводняют Разные Проповедники Которые Прославляют Сами Себя А Поскольку Они Не Знают Смирение Иисуса Его Чистого Посвящения Преданности Своему Отцу Что Иисуса Заботило Только Одно Чтобы Был Представляем Отец И Если Мы Не Знаем Этой Чистоты Если Мы Не Восхищаемся Ею Не Ищем Ее Поэтому Мы Восхищаемся Сильными И Яркими Личностями И Много Раз Мы Путаем Душевную Силу Силой Божьей И Как Павел Говорил Коринфянам Когда Приходили Апостолы И Трак И Трак Трак И Трак И Трак И Трак И Трак И Трак И Трак Когда Вас Обворов То же Самое Происходит И Сегодня Это Происходит В Народе Божьем Они Думают Что Верят В Господа Своего Они Верят Что Любят Его Но На самом Деле Они Следуют За Людьми Люди Цепляются За Яркие И Сильные Личности Они Думают Если Я Буду Близко К Нему И Если Я Буду Давать Деньги Туда Тогда У меня Будет Благословение Благословение Приходит От Господа И Если Мы Жидаем Чего От Человека Тогда Нам Не Надо Ничего Ждать От Бога Библии Библии Который Говорит Что То Что Велик В Глазах Людей Является Мерзостью Для Меня Прочитайте То Что Говорил Иисус О Книжниках И Фарисеях Он Говорил Им Очень Резкие Слова Некоторые Наверное Думали Бог Любовь Есть Любовь Почему Иисус Выражается Подобным Образом Как Он Может Использовать Подобные Слова Что Он Не Считался С Их Служением И Он Говорит Что Вы Ходите По Миру Ищите Человека И Делайте Из Него Дитя Ада Как Ими Еще Сильными Словами Можно Описать Подобные Служения Иисус Иисус Хотел Сказать Вы Думайте Что Вы Служите Богу Но В Действительности Вы Служите Дьяволу Иисус Рекрутируете С Сердцем Которые Открыто И Искренне Иисус Тебе Все Равно Что Думают О С С С Думают О С Думают Другие И Формулируешь Ты Правильные Религиозные Молитвы Чтобы Только Впечатлить Своих Людей Ты Не Пытаешься Какие Религиозные Звуки Издавать Чтобы Только Показать Другим Людям О Вот Это На Мне Сильные Помазания Сейчас О Халлилуйя О Халлилуйя Это Религиозное Шоу Представление Является Мерзостью Для Бога Божьего И У них Не Было Познание Бога Потому Что Сердце У Них Было Обмануто И Также Изучение Библии Не Было Полезным Для Них И Не Помогло В Том Чтобы Дух Святой Взял Меч Слова Божьего И Смог Проникнуть Пронзить И Смог И Произвел Разделение Между Душой И Духом Библии 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 Изучение Сводилось К тому Чтобы Накопить Знания Для Того Чтобы Впечатлять Людей Не Для Того Чтобы Приближаться К Богу И Позволять Ему Трудиться В И Обретать Чистоту Своего Сердца Блаженный Благословенный Чистым Чистым Сердцем И Бо Они Бога Увидят И Узят И Так Состояние Нашего Сердца Определяет Насколько И Вообще Увидим Мы И Познаем Бога Не Наши Знания Не Количество Книг Которые Мы Прочитали Не Наше Изучение Писания Если Сердце Неправо Всякое Изучение Библии Будет Бесполезно Я Не Хочу Никоим Образом Сказать Что Не Надо Изучать Писание И Библию Но Эффективное И Продуктивное Чтение Библии Будет В том Случ Когда Первое Будет На Первом Месте А Первым Является Храни Своё Сердце Больше Всего Потому Что Из него Источник В твоей Жизни Посмотрите Как Молился Давид Сотвори Мне Сердце Чистое Если Наше Сердце Не Радуется Истине Если Если Наше Сердце Не Ищет Обличения Прикосновения Духа Святого Блиб Уси Сердце Стумф Глухим Которые Слепыми Которые Не Смог Не Будет Состояние Познавать Которые Не Будем Расти В Познании Бога Мы Не Будем Меня В Образ Иисуса